Приветствую вас. Первое, что я хочу сказать о том, что вы написали в раздел «Психология». Психологи не гадают и не предсказывают будущее. Это первое. Если вы хотите погадать или вам предсказали будущее, обратитесь, пожалуйста, в раздел «Эзотерик». Далее, вы пишите, что, значит, ругаются. Я люблю парня, уже третий год, люблю парня. Было бы здорово, если бы вы, ну, скажем так, определили бы, что есть ваша любовь, то есть как она выражается, любовь. Как вы выражаете любовь? Я полагаю, что, ну, надеюсь, точнее, надеюсь, что вы не думаете и не считаете, что вы, значит, вы выражаете любовь свою. В ссорах как раз. Вот. А очень надеюсь, что это не так. Очень надеюсь, что свою любовь вы выражаете все-таки, ну, как-то иначе. Не только в ссорах. Вот. Но очень важно, очень важно, чтобы вами было четко выделено все-таки. Все-таки. Что за четко вы испытывает. Какой мужчина. Своему. Вот. Дальше. С ним, Сэн, ругаем Сэн. Из-за чего ругаетесь? Анна. Из-за чего вы ругаетесь человеку? Опять же, кто мы? Да. То есть, в ссорах нет мы. В ссорах есть я и ты. То есть я, который из-за чего-то ругается. Из-за чего-то определенного скажется. Есть ты, который тоже из-за чего-то ругаетесь со мной. Но это нужно выяснить. Это нужно выяснить. Из-за чего вы ругаетесь? Из-за чего конкретно вы, вот прям, прям вот конкретно вы, Анна, с ним ругаетесь? Не он. Сейчас это неважно. Из-за чего вы ругаетесь? Возьмите на себя ответственность за ссором. Я все равно без него не могу. Что в этом проявляется? То есть не могу без него, это похоже на эмоциональную любовную зависимость. Почитать об этом в интернете. Но, опять же, нужно рассматривать, как именно вы без него не можете. Что для вас слишком много значит. Кроме него у вас ничего больше в жизни нет. Без него вы в своей жизни не мыслите. Вы боитесь застаться. Как проявляется то, что вы без него не можете. Дальше. Встречались мы с ним почти год, но в последнее время, во время, брата ругаемся, а то миримся. Скажите, будем мы с ним вместе. Не очень понятно, вы пишите, если вы любите его, значит, три года, но встречались, встречается свой год. То есть вот я, если честно, не очень этот момент понимаю, да. Я вижу, что ваш мужчина, скорее всего, такой достаточно спильчивый. Человек, вот. Что касается того, что вы ругаетесь, миритесь. Ну, опять же, про того, что вы ругаетесь я сказал. А по поводу примирения, я могу здесь на вас донести, что, опять же, что вы вкладываете в это. То есть, что вы вкладываете в, значит, ну вот, то, что вы мирите. Вырабатывают ли вы какие-то решения при примирении. Или это просто, вот, просто примирение и всё. Ну, если так, то так это, к сожалению, не работает. Вот. Опять же, мы пишите, последнее время мы с ним то ругаемся, то умеримся. Из-за чего, что произошло в последнее время, вот что-то случилось с нас. То есть, последнее время ругается, ругается, кто умерет. Давайте, и в этом направлении тоже поработаем, посмотрим, что произошло, проанализируем. Вот. Вот. И прям, или верим, и подкорректируем ваше поведение, чтобы вы не ругались и гармонизировали отношения. Вот. А вот с точки зрения психологии, что вам, что вам можно ответить. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку Возротанов. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok